О независимости, в этот раз культурной, с обсуждения этой сферы стартовала сессия Горсовета. Ежегодно в Бобруйске проводится полторы тысячи различных фестивалей, конкурсов, республиканского и международного масштаба. Самые популярные это арт-жижа, львинок дружбы и фестиваль национальной драматургии. О них знают и говорят далеко за пределами Бобруйска. Немаловажным фактором была и остается техническая часть. Так за последние годы во многих учреждениях культуры появилось новое современное оборудование, что напрямую влияет на качество продукта. Преобразилась главная концертная площадка города. Во Дворце искусств полностью переоборудована сцена, пошит новый генеральный занавес, произведена замена сценического покрытия, установлено современное тепловое оборудование. И самое главное, благодаря настоятельному сопровождению проекта председателю Бобруйска городского исполнительного комитета Александра Викторовича Студнева в Дворце искусств появился современный LED-экран, полученный в дар от КНР стоимостью более 200 тысяч долларов. Современная техника – это, безусловно, огромный плюс. Но куда без талантливых и творческих людей Бобруйска? Ежегодно юные горожане получают премии из специального фонда президента Беларуси. С 2016 по 2019 таких 14 человек. Созданы и успешно работают 19 коллективов художественного творчества с наименованием «Народный», «Образцовый». Каждые три года коллективы подтверждают свое звание и являются участниками значимых культурных мероприятий. Сейчас рабочая группа разрабатывает план мероприятий «Акцент. Раскрыть таланты бобручан». В целом 2021 обещает быть богатым на культурные события. Главным станет фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.